Вы точно видели эту новость. Она немножко из разряда забавного. Ну, практически 95-й квартал в молодости. Заключается она в следующем. Значит, букмекеры начали принимать ставки на то, что Трамп войну в Украине закончит за три месяца. Вы, конечно, тоже можете поставить свои ставки. Я свою ставку делаю. Ставлю на Сбройные силы Украины. И поэтому мы продолжаем. Там совсем чуть-чуть осталось на дрон для 53-й отдельной механизированной бригады. Это их, извините, очень крутой батальон, который оперирует разными типами БПЛА. Ну, а мы тем временем обратим внимание на следующее. Дело в том, что избрание нового президента Соединенных Штатов привело к чему? Правильно, российский или русский характер опять себя проявил. Именно так. Дело в том, что в ситуации, когда не чувствуют, что может измениться политика, в данном случае США, и они могут получить люлей, на болотах зазвучало новое, забытое слово. Какое? Компромисс. Что касается прихода Трампа, мы все-таки, как вы считаете, не заигрались ли с вот этой простой штукой, что Трамп придет, порядок наведет? Ну, что-то как-то много об этом говорим, может уже как-то остыть на этот счет, а? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами. Поддерживайте сбор. Значит, на экранах вы видите соответствующий QR-код, а в описании к этому видео соответствующие реквизиты. Так вот, значит, порядок придет и Трамп наведет. Я смотрю, значит, влияние Украины и влияние Степана Андреевича Бандеры, но очень и очень велико там, на болотах. И это, в конечном счете, их рано или поздно погубит. Лучше, конечно, рано. Значит, в поисках компромисса начали попадать в СМИ разные-разные тексты. И главное из них, что я могу вынести, то есть, да, эти тексты не предполагают восстановление территориальной целостности Украины, но они не предполагают прекращение поставок оружия Украины. То есть, там речь идет, скажем, прямо о заморозке. И вот, внимание, как на такую перспективу реагируют российские нацисты? Тут вообще только что Телеграф выдал просто такой текст, от которого на болотах будет стоять такой визг. Ну, ничего, они смогут. Они смогут, ведь Трамп придет, порядок наведет. Значит, что пишет Телеграф? План избранного президента Соединенных Штатов Дональда Траппа может предусматривать, внимание, размещение европейских и британских войск в Украине. В частности, они могут занять 1200-километровую буферную зону между армиями двух стран. Но, если честно, если это будет реализовано, тут я что-то просто от европейских армий не слышал такого желания выдвинуться на помощь Украине. И англичане тоже пока промолчали. Как пишет Телеграф, это один из планов, который рассматривает Трамп. Согласно замыслу трех сотрудников штаба политика, нынешняя линия фронта будет заморожена. А Киев согласится отложить вступление в НАТО на 20 лет. В обмен на это, и это внимание тут, слышите, воют на болоте, да. В обмен на это Украина получит большое количество оружия от Соединенных Штатов, чтобы сдержать Москву от повторного нападения. С другой стороны, если между украинской армией и фашистской Россией будет находиться, ну, по сути, миротворческий полицейский, нет, полицейский тут не подойдет, тут нужен миротворческий на тяжелом вооружении контингент, то можем подождать и 20 лет. Кто скажет сейчас в комментариях, Рома, ты что, отказываешься от вступления в НАТО? Я просто фиксирую тот факт, что двери НАТО открыты уже 16 лет. И, ну, 16 это, кажется, ближе к 20. Поэтому исходим из реалий, но это план, который обсуждается там. И, собственно, это подтверждает мои предположения перед выборами, что в любом случае после выбора в Штатах в нашей войне будет новая динамика в вопросе российского вторжения в Украину, а не какого-то там украинского кризиса или что-то подобное. А то тут некоторые наворачивают новые словеса, чтобы смысл запутать. Это не украинская проблема. Нет. И Украина не проблема. Россия проблема. Ну, судя по всему, там, за океаном, все-таки этот момент понимают. И вот мы так вот любим покритиковать Джозефа Байдена. Почему? За недостаточную помощь. Важную, еще раз, жизненно важную без Джозефа мы эти два с половиной года бы вообще бы не выгребли. Но можно было бы им навалять люлей. Но Джозеф А. уже анонсировал, что они выпишут нам до конца его каденции 6 миллиардов долларов, точнее оружие на эту сумму. Что еще? Из последнего, значит, администрация Джозефа Байдена разрешила американским компаниям заниматься ремонтом и обслуживанием западной техники в Украине. То есть речь идет об F-16 и Патриотах. А ведь все это время такого разрешения не было. Ну и между прочим, Джозеф, наш дорогой дедушка, а сейчас в Белом доме замена нашего всеукраинского дедушки, так он же в день выборов что сделал? Он запустил Минитмен-3. То есть это та ракета, которая в случае чего полетит в Мавзолей. Ну и в Москву. А в ней какая особенность? Они запустили, да и запустили. Никаких угроз, а исключительно демонстрация возможностей. Это так, чтобы остудить некоторых безумных кремлевских идиотов. Хотя такое впечатление, что там умных нет. Вроде бы есть не идиоты, а умных нет. Потому что повлиять на маньяка они не могут. А там сейчас, внимание, что правильно звучит вот это вот слово. Компромисс. Где он возможен. Кстати, Илон Маск тоже анонсировал прекращение войны. И он почему-то размышляет о 800-километровой демилитаризованной зоне. Но как-то, понимаете, тут в чем нюанс? Если эта схема будет реализована. То есть, это по факту сценарий восточной и западной Германии. Потому что оккупированные территории за Россией никто не признает. Никто. Ни Трамп. Ни те, кто будет после него. А ведь жизнь продолжается. Именно так. Это я говорю как раз сторонникам республиканской партии и демократической партии. Потому что на то она и демократия, чтобы власть менялась. Собственно, на этом принципе и построены эти общества и эти страны. И, внимание, Украина это Запад. У нас тоже будут выборы. Избранный президент США ведет обсуждение этого самого плана уже со своей новой командой. Правда, которая, и это почему-то не уточняется в новостях, еще полностью целиком не сформирована. С какой? У него есть вице-президент назначенный уже, выбранный. И, наверное, с ним и эта вся команда. Ну и плюс-минус там несколько человек. Однако всю команду ему еще в перспективе формировать. До инаугурации это предстоит делать. Одним из пунктов проекта республиканца может стать отказ Киева от планов вступления в НАТО минимум на 20 лет. Устроит ли это Россию? Нет, конечно. Почему нет? Нам всем придется идти на компромиссы. Да, но дилемма для России сейчас выглядит примерно так. Или мы четко говорим, что мы замораживаем этот конфликт и возвращаемся к выяснению отношений спустя там 10-20 лет. Или Российская Федерация добивается всех своих поставленных целей и результатов, включая деноцификацию, демилитаризацию и де-де-де все остальное. Через 2-3 дня, через 2-3 недели, Бога, вот на этом месте, значит, в раю Степан Андреевич Бандера, который пришел и навел порядок, вот здесь он реально улыбнулся. Но мы услышали опять, или можем даже посчитать вместе с вами. Не то, что я тут искал по ключевым словам, но слово «компромисс» звучит, звучит и звучит. И этот компромисс им почему-то не нравится. Почему? Я думаю, они чувствуют запах «б***» на «три». Но тогда это может означать, что полное унижение, уничтожение Украины как некого субъекта. И это тоже там чревато определенными последствиями. То есть здесь довольно сложно. Опять мы возвращаемся к вопросу, что мы будем считать своей победой, к чему мы реально стремимся. И как завершить конфликт так, чтобы к нему не возвращаться спустя десятилетия. Вот сейчас это предстоит все решать. А, только один выход из этой ситуации. Полная безоговорочная капитуляция, без всяких там предварительных договоренностей и переговоров. И, конечно же, безусловно, это нужно, чтобы наши войска стояли в Киеве или даже во Львове где-нибудь. В этом случае, да, можно рассчитывать, что через десятилетия мы к этому вопросу уже никогда не вернемся. Что мы только что услышали? Это называется на сленге «отдать дань информационной повестке Мордора». Ну, то есть зафиксировать желания Владимира Путина. Они понятны. О них никто никогда не забывал. И, думаете, он пытается и иногда достаточно успешно складывают жилые дома в Украине. Как раз именно для этого. Но, как известно, «но». Да, это важная, важная часть речи. Потому что то, что сказано «до», то есть мечты кремлевского безумца, это хочется, но не можется. Признак импотенции. Политическое в данном случае, хотя Алина еще показания в ГАГе не давала. Может быть, мы и по этому пункту что-то узнаем новое. Пока предпосылок к этому нет, давайте смотреть правде в глаза. Соответственно, если нам, кроме прочего, предложат, скажем так, план, который нас, ну, в принципе, будет устраивать, мы по части заморозки, вступления в НАТО на 20 лет, мы, я думаю, пойдем на компромисс. Очень похоже на это, но... Но? Но это мы просто откладываем решение вопроса. Да ты что? Вот и все. Сказал Владимир Капов и капитан Очевидность. Да. Но я же повторяю, придется идти на компромисс, а как иначе? Это два жителя Москвы. Мы видели эти соцопросы, где самыми воинственными являются непосредственно москвичи. По какой причине? Потому что их не бомбят. Или бомбят недостаточно. Поэтому они считают, что было бы классно, чтобы условные чеченцы, буряты и все остальные отправлялись на войну, а они просто наболели за российскую команду по телевидению. Но эти два имперца, да, жители Москвы, конечно же, и Карпов, мы с ним знакомы. Раньше он мне казался не идиотом, но внимание, время все расставляет на свои места. Так вот, видите, придется идти на компромисс. Хочется, но не хочется. А нравится, не нравится, говорил Владимир Путин перед большим вторжением в Украину. Говорил, терпи, моя красавица. Это вообще речь этого маничелы, который думал изнасиловать обездвиженную жертву. Но что-то пошло не так. Давайте, расскажите нам, где поле для компромисса. Оказывается, и вот это вот внимание. Вот мы сейчас с вами увидим талант российских пропагандистов. Они для Russian people, для русского пиопле, обоснуют любую вещь, которая сейчас кажется абсолютно недопустимой и запретной. Но если сильно пахнет ***меном, то они постараются. Вот он, компромисс. Компромисс, он живет в голове маньяка. Самое важное, кто сформулировал цели специальной военной операции? Российский президент. Российский президент может в любой момент переформулировать эти цели. Он их назначил, он их переформулирует. Поэтому простор для компромисса есть. То, что эти цели не закреплены в каком-то уставном документе, не написано, нам нужно А, Б, С. Это дает простор для компромисса. Наличное между лидерами государств. Ну, это действительно так, и президент это вчера подтвердил. Поэтому в этой части у нас существенно ничего не изменилось. Более того, те вбросы, которые сегодня появляются в западной прессе о якобы вариантах плана Трампа по прекращению войны, но они, мягко говоря, не подпадают под те критерии, которые озвучиваем мы. Потому что внеблоковый статус на какой-то срок вряд ли нас, собственно говоря, устроит. Завершение боевых действий по линии боевого соприкосновения без учета конституционных субъектов новых Российской Федерации тоже будут вызывать определенные вопросы. Более того, из тех утечек, что сейчас есть, о возможных планах, там речь идет в том числе о том, что американцы в ответ на отказ Киева от вступления в НАТО продолжат поставки вооружения. А зачем поставки вооружения, если мы пришли к долгосрочным мирным соглашениям? Они, видите, все глубже и глубже озадачены. А какую политику будет вести новая американская администрация? Значит, не то, что я там сильно верю в доллар, хотя зеленые бумажки мне не нравятся, я вообще люблю гривни, доллары, рубли уже нет, евро. Так вот, я просто анализирую военный потенциал Соединенных Штатов и у них есть все возможности для этого. Ну, вот правда, сделать так, что и компромисс будет возможен, все будет возможно путем давления. Ну, в связи с тем, что США глобальный игрок, у них не только европейский континент и, соответственно, российское вторжение на повестке дня. Поэтому компромисс возможен. Ну, вот видите, они говорят, а зачем поставлять Украине оружие? На этот вопрос ответить вообще очень-очень просто. И всем российским, как же их назвать-то? Негодяям, да. И военным преступникам. Значит, помните, некоторое время назад я говорил о том, что вот мое личное убеждение, что это последняя война Украины против России. Почему? То есть, я прекрасно осознаю, что этот раз нам отбить все украинские территории, скорее всего, не получится. Не потому, что я не хочу, потому что нет соответствующих инструментов, ресурсов нет, банально. Но почему последняя война? Потому что в случае продолжения поставки оружия, боеприпасов, самолетов, патриотов и так далее, ну, да, мы будем частью Запада, мы будем настолько вооружены и опасны, что тот, кто на болотах скажет, а ну-ка, давайте-ка поиграем в исторические земли, его будут пинать ногами свои. И при слове «Украина», знаете, что будет происходить в России или на построссийском пространстве? Они будут вставать и опускать голову. Так и вижу развитие ситуации я. Ну, и вы знаете, там на болотах сказать, что масса воодушевления, видите, про Киев они уже как-то особо и не мечтают. Нет, точнее, мечтают, ведь мечтать не вредно. Но понимают, что это абсолютный анриал. Мы прекрасно понимаем, что те версии, которые сейчас обсуждаются, это некая заморозка конфликта не с целью его урегулирования, а с целью, скорее, выиграть время и немножечко его затянуть. Ну, и, к слову, я вам скажу, что позиция публичная при Трампа может существенно отличаться от практических действий, которые будут происходить в реальности. Я напомню, что именно при Трампе практически ежедневно на брифингах, на международных мероприятиях все официальные американские лица, в том числе и Трамп, во время первой своей каденции кричали про безальтернативность и необходимость выполнения минских соглашений. При этом всем накачивали Украину вооружением и готовили к нападению на Донбасс. Поэтому слабо готовили, если честно, ну, потому что таких ни планов не было, ни возможностей, и все думали, дули в сторону Кремля, типа, Вова, Вова, не надо, остановись, ведь ты же все испортишь, потеряешь газовый рынок, говорили ему Олаф Шольц и, соответственно, Эммануэль Макрон. Неоднократно приезжали за длинной столу с простым тезисом. Ты так много построил, так много сделал, чтобы коррумпировать некоторую часть европейских элит. У нас с тобой бизнес. Зачем тебе эта война, дурачок? Если же ты это начнешь, то мы просто будем покупать американский газ. Может быть, он дороже. Сегодня дороже, завтра посмотрим, как оно будет. Даже сейчас уже Урсула говорит Дональду Трампу, что ты там хочешь, как это, торговых войн. Зачем это? Поприсылай больше газа. Мы купим твой продукт. И в этом плане мое личное убеждение, что, понятно, хочется подешевле, но если выбирать, купить у союзника, ну, чуть-чуть дороже, или у врага, и усилить своего врага, который угрожает тебе, то, по-моему, выбор очевиден. Потому что это же не просто покупку хлеба или еще чего-то. Это геополитический расклад. И тут есть наценка на безопасность. Публичная риторика – это одна практическая реализация. Мы ее увидим в ближайшее время. Ну и плюс позиция подконтрольных тем силам, которые явно против Трампа, ряда европейских лидеров. Потому что я так понял, что в авангарде борьбы с Россией сейчас Макрон, который уже заявил, что нужно консолидироваться Европе, нужно искать способы помогать Украине без России. И Макрон выступил против прекращения войны, насколько я могу анализировать все то, что он наговорил за последние несколько дней. Они там немножечко ***. Это правда. Макрон никогда не говорил, что он против прекращения войны. Он говорил о том, что несмотря на смену администрации в Белом доме, несмотря на это, нужно продолжать помогать Украине. Потому что это вопрос нашей национальной европейской безопасности. А это, как говорится, две большие разницы. Но я представляю, какой просто фурор произведет вот эта вот статья за Телеграф в честь того, что будут введены войска НАТО в качестве миротворцев. Мне нравится. Вот правда. Потому что когда НАТОвские войска в качестве миротворцев, по Харькову уже никто безнаказанно стрелять не будет. И сбрасывать авиабомбы тоже не будет. Почему? Потому что тогда сильно запахнет ***менами. А они, как говорится, аналогов не имеют. То, что согласовал Арахамия, там четко были оговорены цифры. Я не знаю, что и какие версии этого документа попадали в публичное пространство. Но то, что было подписано Арахамией, там были определены и численность дальнобойных орудий, и демилитаризованная зона, и численность войск. Я думаю, что, опять же, если президент об этом говорит как предложение, то, наверное, то, что там было определено, полностью нас устраивало. Все им хочется сократить нашу армию. Про Арахамию вспоминают. Я не знаю, какую там бумагу подписывал или нет Арахамия. Я знаю одно, что международное право, оно предполагает следующее. Есть переговорные группы, но документ считается согласованным и подписанным, и вступившим в силу, когда его подписывают не переговорщики, а лидеры государств. И вот эта мысль о том, что то, что там предложил Путин, тоже мне прекрасная конструкция. Значит, то, что предложил Путин на переговорах в Стамбуле, не на подписании соглашений, а на переговорах. Это не одно и то же Путина устроило. Не знаю. Наверное, если он это предлагает, то он этого хочет. Но путинская губа, она сначала раскаталась, а теперь она закатывается. Тут нужно быть очень осторожным, потому что вокруг ботокс. Простая логика. Если мы, очевидно, понимаем, что наши враги, а мы это понимаем, имея практический опыт, способны договориться и потом нарушить эти договоренности, то с учетом этого факта мы должны двигаться. Да, можно вести переговорный процесс, но при этом у нас есть направление развития вооруженных сил, которые сейчас обретают новые смыслы, в том числе беспилотные летательные аппараты и прочее. То есть никто не говорит, что мы вот так поверили, подписали, расслабились и считаем, что камень за пазухой никто из наших врагов не держит. И судя по тому, как все сейчас закручивается, вот эти утечки опять и так далее, мне кажется, что все-таки и больший смысл Запад вкладывает именно в то, чтобы попытаться нас в очередной раз обмануть, чем в реальные переговоры. Мы здесь люди не наивные. Дипломаты и президенты обычно, когда выходят к прессе, они иногда улыбаются и даже жмут друг другу руки. Но что у них на самом-то деле там в голове и на сердце, очень-очень редко становится известно. Иногда, потом, спустя годы об этом пишут в мемуарах. Так вот, внимание, россияне, это же для вас. Вот все так восхищаются ВВХ. Там, на болотах, ну, по крайней мере, делают вид. Особенно москвичи восхищаются, потому что их не бомбят пока. Но если человека в течение 24 лет о его пребывании в главном кремлевском кабинете все время обманывают, может быть, он... Вот чисто дискуссионное питание, дискуссионный вопрос. Пишите ваше мнение в комментариях. Потому что в части обманывать, то, понимаете, даже верные псы режима говорят, что, ну, может быть, уже хватит нас это. Обманывать. Возить лицом по щебенке. Да, нас можно обмануть, но, как правило, есть ограниченное количество раз нашему долготерпению и хорошему настроению. Ну, все. Не будет никак... Вот, все. Про них разговоров больше нет. Им верить нельзя. Про них все ясно. Их надо добивать. Добивать до конца. Если нам будут подоставить какие-то ультиматумы, ну, будет пролив им не товарища Сталина. Это они таким образом угрожают использовать ядерное оружие. Их нужно добивать. Но вот больше... Вот до этого можно было обманывать Путина, а теперь нельзя. Потому что Путин что? А больше ботокса, больше старости, больше безумия. А может быть, Путину нравится, когда его наводят за нос? Может быть, это его эрогенная зона? Может быть, он банально возмущается? А он возмущается? Нет, он не возмущается. Он возбуждается. И, кстати, тут вот ценник за войну подсунули. Российской Федерации. Они там не все как-то вообще-то воодушевлены. Но ссад и предлагают, несмотря ни на что, продолжать войну. С кризисом экономической, некоторые проблемы возникают по этой причине. Мы затыкаем одну дырку, а реально просто целую пропасть открываем другую. Что касается зарплаты, что касается всего. Ну, вы видите же, есть кризисное явление действительно в российской экономике. Ну, ставка Центробанка – это просто за предел, конечно. Мы вовы какие-то уже вспоминаются, 90-е начинают вспоминаться. Но мы же понимаем, почему это происходит. Ну, давайте топтаться на этом. Давайте мы… Ну, давайте, вы думаете, что я сейчас не скажу, что… Ну, скажу, что специальная военная операция, конечно, имеет определенное влияние на эту ситуацию. Ну, что мы должны что в этой ситуации? Посыпать голову пеплом или выбираться из этого кризиса, тем не менее, продолжая специальную военную операцию? Конечно, мы будем ее продолжать до победного завершения. Но это, естественно, вызовет кризисные явления в экономике. Но вот как может Центробанк? Мне не нравится, например, как он решает эту проблему Центробанк повышением ставки бесконечным. Но, с другой стороны, там есть тоже какие-то объяснения. Ну, в том числе, объяснение простое. Никто не был на месте Эльвиры Сахипзадны. Ну, конечно, но мы не знаем, как это все там. И эти двое верят, что Трамп придет, порядок наведет. Вопрос какой – это будет порядок. Санкциями сообразили. Эти быстренько. Дело в том, что вот эта вот санкционная дубина, она работает не так быстро, но она работает. И это один из аргументов на переговоры. Что вот если вы там условно угомонитесь, часть санкций может быть снята. Это реально тот инструмент, который в том числе будут использовать американцы. Тут вот внимание. Вот одно тело из команды Оли Скобеевой, оно хотело поглумиться над Америкой. Но что-то пошло не так. При этом боевые действия не окончатся. Дело в том, что именно в специальной военной операции мы развеяли самый главный миф Соединенных Штатов Америки. Что они выиграют конвенциальную войну. Любую конвенциальную. Посмотрите на их рейтинги. Они говорят, да, с ядерным оружием любой может. А вот с конвенциальным Америкой, вкреди себе, у нас больше танков, больше самолетов, больше кораблей, больше подводных лодок. Всего у нас больше. Ну вот это больше. Утилизировано на территории Украины. Огромное количество техники. А ведь это интересная тема. Насчет у кого и чего больше. Насчет танков, особенно американских. По информации, которая была в публичном пространстве, Штаты выделили Украине 31 танк Абрамс. А мне кажется, что этих танков у них больше. Да я уверен, что их больше. И вы уверены, это не закрытая информация. Там же вопрос в чем? Конвенциональное оружие, этому п***ю хочется сказать, это не только колесная техника механизированных бригад. Там номенклатура очень и очень большая. В первую очередь самолеты и ракеты. Без ядерного оснащения. И когда этот чувак рассказывает о том, что они показали превосходство российской армии над штатовской, над американской, так американцы даже ботинки еще не завязывали. Так понемножечку отправляют нам некоторые подарки. Мы тут не делим республиканцы или демократы. Но последний подход наш, да и все это прекрасно понимают, что этого просто было недостаточно, чтобы остановить российское военное вторжение. Недостаточно. То есть это важно, но недостаточно. Математика войны, она сурова. Но суть в том, что конвенциальное оружие, которое они делали, ставка, оно не работает. Надо что-то сделать. Нужно занять некую паузу. И именно Трамп приходит с тем, не так давить на нашу страну, как это делал Байден, поднимая постоянно градусы эскалации, а сделать некую передышку. Но во время этой передышки навязать нам свои условия, чтобы мы пошли на поводу, подписали какие-нибудь там типа минские соглашения или что-то там. По-любому. Чтобы мы подписались, они тут же начали нас обманывать. Еще один немножечко пинает им, пока еще живого Владимира Путина. Нас обманывать. Не знаю. Чисто с пиар точки зрения, Владимир Ха ведет себя очень странно, если он себя позволяет так часто обманывать. Самая популярная версия прямо сейчас в США. Дональд Трамп предложит Путину перемирие, потребует вывести войска из Украины, если Путин откажется. А Путин откажется. Дональд Трамп немедленно разрешит Зеленскому бить вглубь России. Ну и новый виток эскалации. На Валдае Путин уже задавался вопросом, каким мир будет без России. Так вот, большинство из вас в комментариях написали, что не все ясно, каким он будет, но нужно точно попробовать. А если мы попробуем, смотри, смотри, и Путин даст заднюю. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Поддерживаем сбор для 53-й бригады. Берегите себя. Ведь мы нужны друг другу. Почему? Потому что мы и есть Украина. А Украина, а Украина была, есть и будет. Смерть на российским оккупантам. Ну и, конечно же, информационные войска, они в полном составе включены в это правило. До заустричи. Продолжение следует...